Благослови, Благослови, душа моя, Благослови, душа моя, Боися, вновь моя, Продолжение следует... 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 Церковное строение, которое сделано с любовью, со всем чанием, усердием, наполнилось благодатью Святого Духа. Без этого при всем старании людей нет полноты присутствия и действия благодати Святого Духа. Поэтому важно, чтобы мы вникали в суть молитвословия, которая произносится, переживали и усердно все просили, чтобы утешитель Дух Святой пришел и вселился и в нас, и в здание все церковное. Но некоторые моменты послужения требуют пояснения. Прежде всего, то, что престол укрепляется, утверждается с помощью четырех гвоздей, которые забиваются для утверждения престола с помощью камней, и камни полагаются в основании престола. И это служит нам напоминанием того, что Спаситель мира был пригвожден на Христе за грехи человеческого рода. И, по сути дела, престол является жертвенником. Напоминанием той долговой, на которой была принесена бесконная жертва за грехи всего человеческого рода. Затем престол обмывается теплой водой, и это служит напоминанием нам Таинства Крещения, которое установил Спаситель мира, когда Сам крестился в реке Иордан. И посредством этого Таинства мы входим в Церковь через Святое Крещение. Затем мир, затем престол помазуется миром при пении Аллилуйя. И это также нам напоминает Таинство Мира Помазания, которое совершается над человеком, как правило, после крещения. Если во время Таинства Крещения человеку прощаются грехи, которые он в зрелом возрасте совершил до момента крещения, то в Таинстве Мира Помазания, при Помазании различных частей тела человека подается благодатная сила, которая освещает всего человека и помогает ему в дальнейшем не совершать грехи. Конечно, человек, мы знаем, потом и совершает грехи, но уже нет оправдания человеку, потому что дана благодатная сила не грешит. После помазания миром Святого Крестола, Крестол одевается в чистые дневные одежды. И это служит напоминанием того, что Святые Жены Мироносецы сняли с креста при чистой теле Спасителя, обвели чистой плащаницей и положили в огонь. Затем одевается верхняя одежда Престола, и дальше все бывает почин. Потом рамп будет помазан крестообразно внутри мира, и будут пропеты песнопения, посвященных святым мучникам. При крепении этих песнопений, всякие мощи, которые здесь сейчас расположены, они будут запрещены в алтарь и положены на престоле. И на самом антиминсе, в который вложены мощи, совершается Танство Евхаристии. ПОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи Боже наш, ижи сию славу тебе пострадавшим, святым мученикам даровавой, ежи сейтеся по всей земле мощевым, ведь и сподобуй нас неосужденно, и справную тебе на нем приносите жертву, и даруй нас вся ежика спасения прошения. Господи Боже наш, ищи сейтеся по всей земле. ПЕСНЯ ПЕСНЯ о всём, что Господь поможет на сердце нам.